У 80-летней алматинки Айман Киримкуловой невестка-учительница, а правнучка-ученица начальной школы. Пенсионерка переживает, как ее родные будут вести уроки и учиться дистанционно. В доме на окраине Алматы, где живет семья, есть интернет. Но качество связи оставляет желать лучшего. Компьютера нет ни у педагога, ни у школьницы. Обе пользуются телефонами. Муғалим, ана келінде Муғалым, немерем деп, бәрі, деп, анауан жақта, мұнауымын жақта, біреу жеттіп, әй, сен тұратыр, мен оқытайын, мен оқытайын деп, таңғы сағат бескедейін әжер дегінде оқытайын деп, жоқ сет. Муғалындарға өте қием болып тұр. 35 баланың кәз деймен оқығанда қием болып тұр. Иә, әжер деп, жақы өте өзіп 馄 өте 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 өте. В городах и регионах многие родители учеников не представляют, как их дети будут получать знания. В городах и регионах многие родители учеников не представляют, как их дети будут получать знания. В апреле Министерство образования признало, что массовое онлайн-обучение школьников невозможно. Причина – качество связи и техническая неоснащенность. По данным правительства, у полумиллиона из 3 миллионов 300 тысяч учащихся нет компьютеров. В компьютерах нуждаются еще 24 тысячи учителей. Более чем у двух тысяч педагогов нет интернета. До сентября остается менее недели, и тысячи детей не имеют технических устройств. До 1 сентября как минимум 420-450 тысяч компьютеров передать для временного пользования школьникам. Порядка 200 тысяч компьютеров мы передали уже детям. В ближайшее время ежедневно идет поставка данных компьютеров. Последнюю четверть минувшего учебного года казахстанские школьники учились в основном дистанционно. Подготовку к новой четверти в школах в регионах учителя считают неудовлетворительной. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... При вспышке инфекции в этих классах школы будут закрыты.